Ненецкий округ начал готовиться к тотальному диктанту 2015. И хотя склониться над тетрадями жителям региона предстоит еще не скоро, Арккомитет уже разрабатывает план проведения всемирной акции и придумывает новинки для проверки грамотности. Тотальный диктант в следующем году для нас станет четвертым по счету и, скорее всего, рекордным по количеству его написавших. Акция «Тотальный диктант» начиналась как развлечение, но со временем превратилось в масштабное мероприятие. Свою грамотность раз в год теперь проверяют даже полярники на краю света и космонавты на орбите. Ненецкий округ уже как три года полноценный участник всемирного проекта. Только в 2014-м диктант с удовольствием писали более 400 жителей региона. Из них больше 200 – это горожане. Год 2015-й для Ненецкого округа, обещают специалисты, станет рекордным. Рекордным по количеству желающих написать диктант. Поэтому организаторы, к примеру, в Наринмаре уже сейчас подыскивают новенькое помещение. Актовый зал четвертой школы всех желающих вместить точно не сможет. Там нам уже места маловато. И помещение в Наринмаре – это, конечно, большой вопрос. Большое помещение, где уместится большое количество людей. Так что пока мы не знаем, где мы соберем людей, над этим будем работать. Предстоящий диктант, уверяют организаторы, отличаться от предыдущего особо не будет. Процедура также останется добровольной, а шпаргалки и телефоны никто забирать не будет. Главное для участников – проверить, на что способны. Ведь многие давно забыли, что такое писать под диктовку. Прежней останется еще одна добрая традиция. Перед всемирной акцией жители НАО смогут пройти курс подготовки. Известных лекторов в столицу региона привозит компания «Тоталь». Она официальный партнер тотального диктанта. Для нас образование – это одно из важнейших направлений в социальных проектах компании. И образовательная акция, которую поддерживает население округа – это прекрасно. Конкретная дата проведения масштабной проверки грамотности в Неницком округе пока неизвестна. Так что время на то, чтобы вспомнить правила великого и могучего, еще есть. Ведь по статистике половина участников за диктант получают неуд. Но организаторы считают, что здесь, как в спорте, главное не победа, а участие. Число желающих проверить себя растет. Они уверены недалек тот день, когда количество перейдет в качество.